всем здравствуйте сегодня пойдет речь о шагоходе кто смотрел мои видео знает как я его делал в общем в этой серии я хочу дать все размеры какие у меня получились также рассказать его устройство как и что из чего сделал я и покататься во первых самый основной вопрос многие спрашивали как поворачивает поворачивать задней тележкой вот этим рычагом поворачивает на наконечниках эти наконечники была вот такая же это от классики центральная которая трапецию двигает вот я ее пилил вот такие куски и сюда вот приварил ответной части вот тоже вот такой же маятника вот так сошки попилил это же сюда другой стороны приварил это пластина шестерка колеса это от урала велосипеда два передних педали тоже от велосипеда полностью с кареткой совсем единственное маленько их расширил я подшипники все подшипники здесь 205 в корпусах я их сделал это труба с буровой наружный диаметр у него 60 и и чуть-чуть надо всего растаять чтобы туда вошли подшипники тут тоже 205 подшипники мы сейчас скажу все размеры начну смог от земли до центра оси ровно метр по центрам вот этот рычаг 73 с половиной по центрам и вот этот рычаг 35 до 35 сантиметров по центрам вот этот сам ну который крутится 25 сантиметров саму раму от угла до оси метр девятнадцать до этого угла от начала ровно метр двадцать ширину по краям метр двадцать ровно 16 сантиметров могу вот это вот расстояние снизу до верха 24 сантиметра вот этот профиль 40 на 40 стенка двойка а этот профиль 20 на 40 стенка тоже двойка у меня везде только такой профиль и был использован 40 на 40 а еще вот этот 20 на 20 чисто для усиления только оси я точил ну из кругляка на 27 у меня был кусок вот сюда вот сюда эти коротыши тоже и сюда вовнутрь а еще забыл сказать я сюда устанавливал мотор кто смотрел видео знает но я его убрал так как далеко на нем я ездить не собираюсь ну поставил попробовал посмеялся и все и сейчас убрал вот это вот трубка эта трубка на 14 здесь болт он этот болт служит для распорки но когда дашь на педали все равно цепь старается ослабиться и эта трубка служит распоркой если даже цепь растянется можно чуть-чуть тут болт гайку выпрутить разжать и опять цепь натянется здесь болты на 10 а внутри резьба отверстие просверлено и резьба нарезана и болтами прикручено ногу можно снять эту но если открутить эти два болта нога снимается самое главное кто может смотрел на втором канале я тут экспериментировал вот эту выше ниже дальше ближе ставил и в итоге но я выше решил поднять чтобы когда в конце нога заходит вот так сильно не задиралась я думаю если маленько назад отвести ее она уже так задираться не будет но как оказалось это хуже я в итоге но это я еще нигде не снимал никому не показывал вот эту вообще сделал нам сегодня на сантиметр остался до вот этой планки от этой вот и так самое лучшее ход вообще стал легкий но я даже уже думал может на большую звездочку поставить чтобы быстро можно было ехать это я так только подумал делать не буду но уход уже совсем легкий и можно было бы переставить и и нормально потом же крутилась вот эту подножку это я делал когда ставил двигатель чтоб можно было ноги ставить но я решил оставить это на нее удобно вставать когда забираешь на нее это стул от кофе но сидушки эти от офисного стула вроде все сейчас я собираюсь вот эти вот пружины поменять я вот нашел такой амортизатор тут пружина мягче намного это от мотороллера по моему передняя передний амортизатор и вот хочу вот эти пружины поменять они сильно жесткие может с этими помягче будет уход мягче этого час сделаю и потом вам покажу а самое главное забыл вот это расстояние сколько у меня получилось вот от центра вот этого до центра вот это маятника 68 сантиметров по центра и самое главное вот эта высота вот это относительно вот этой это вот уровня уровня угольников вот так по уровню уставлял и мерил это вот тут 21 а надо до верха же смотреть сейчас тут вверху вставлю 22 плюс 5 вот этот сам уровень это будет 27 вот эта ось выше вот этой оси на 27 сантиметров если ее сделать выше как я делал то тогда ход очень тяжелый и тяжело крутить становится и он мне кажется больше подпрыгивает потому что когда я поднял я включил оба видео и смотрел где это ну по чуть-чуть туда-сюда катаюсь и у меня стало больше подпрыгивать вот сейчас когда опустил мне кажется меньше стал подпрыгивать но сейчас все равно буду пружину менять пружины я поменял но эти пружины наверно в два раза мягче чем те были ну вон они лежат сейчас прокатился ну вообще удара нету почти все мягенько так стало ну сейчас вам покажу вон 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 Продолжение следует... На этих пружинах он хорошо так амортизирует, что чуть ли не вголоп идет, уже можно быстро ехать. Но нет удара этого. Но сейчас, наверное, я по улице прокачусь маленько. Продолжение следует... Продолжение следует... На шагоходе я прокатился. Единственное, сейчас на улице все тает, и на дороге колеи сильные, и ехать невозможно. Колеса в колею попадают, и он не едет совсем. А по прямой хорошо. Вот от дома поехал, тут ровно, гладко. Он аж побежал. На этом я это видео закончу. Это у меня уже законченный вариант шага хода. Больше я ничего переделывать не буду. По ровной поверхности он хорошо идет. А ездить на нем куда-то в лес я не собираюсь. Этот аппарат был сделан, чтобы повеселить людей. Ну и свою функцию он выполняет. Мне писали многие, сделать на четырех ногах. Но это очень сложная конструкция. И займет очень много времени. А смысла в этой конструкции никакого не будет. Ну на этом все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.